Два года назад решением Совета Безопасности в Анапе утвержден список объектов особого контроля и особые меры безопасности во время массовых городских праздников. Места сбора более 50 человек попадают под эти условия. Учреждения образования, культуры, здравоохранения, транспортные развязки и здравницы курорта. Руководители всех городских предприятий получили письменные рекомендации усилить антитеррористическую защиту. Вот это вам повод зайти на предприятие. А потом из-за этого должно вырасти все. При подготовке к курортному сезону весь санатурно-курортный комплекс должен быть подвергнут предмету антитеррористической защищенности нашему приставному вниманию. 288 объектов должны получить паспорта безопасности. Проблема в сроках. Многие учреждения работают сезонно. Паспорт получают бессрочный. То есть, получив заключение однажды, спокойно работают и в следующий сезон. Иногда со значительными нарушениями безопасности. Мы берем сегодня вопрос антитеррористической защищенности объектов, увеличиваемых количеств, и берем на контроль. Выносим соответствующие решения. Вот мое глубокое убеждение, что хотите со мной делать. Если вот эти люди, которые сегодня сидят на трибуне, будут единомышленными, то мы это все сделаем на счет раз. Установленные сроки. Так же, как и с левым вином. Так же, как и с игровыми клубами, которые сегодня в Анапе появляются. Буду сегодня настаивать на том, чтобы полиция при закрытии игрового клуба проводила полный комплекс оперативно-развестных мероприятий. И там, где у меня есть возможность, я буду влиять и по полученной информации уведомлять и ставить в известность руководства. Меня не интересует, что в Москве закрывают клубы на Арбате, на Старом. Что в Краснодаре на каждом углу есть игровые автоматы. Меня интересует Аванапа. Я не представлял, что такое электроснабжение может быть население до прихода сюда. Я не представлял, что магазин может торговать спиртосодержащей продукцией свыше 12%, то бишь водкой и лицензией. А в Анапе все это присутствует до сих пор. И я уверен, еще раз подчеркну, вот эти моменты, о которых я сегодня сказал, и те, о которых не сказал. Если мы все будем заодно, то через три месяца ни одного самостроя у нас не будет. Понимаете или нет? Новые правила и форму работы Маранапы Сергей Сергеев предложил вести для коммунальных служб. За счет администрации города специализированные мусороуборочные компании оборудуют системами ГЛОНАСС. Так уборочным фирмам будет легче ориентироваться и внести коррективы в работу, усилить дежурные бригады во время ливней и снегопада. Порядок должен быть во всем, во внешнем виде города, в организации работы и взаимодействия городских служб и в подготовке праздников. Основа каждого праздника – безопасность. Общественная, пожарная, антитеррористическая. В период новогодних праздников на каждом предприятии должны быть графики дежурств, ответственных. Усилят дежурные патрульные группы на дорогах и в городе. Максимально привлекут для охраны порядка казачьи дружины. Хочу еще раз заявить тем, кто выкачает ситуацию, добавляли и будем добавлять средства на охрану общественного порядка силами общественности. Это могут быть не только казаки. Позиция властей города, средства, направленные на безопасность анапчан и гостей курорта – это основа функционирования курорта. Обсудили и план проведения новогодних праздников. Он уже готов. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить руководителей водоканала теплосетей за оборудование прилегающих территорий и своих зданий. Коллеги, пройдите, посмотрите. Как к Новому году надо радовать людей. В городе и сельских округах пройдет более 60 массовых мероприятий. В новогоднюю ночь на Театральной площади праздничная программа пройдет с 23 до 2 часов. Фейерверк запланирован на час ночи. Во время искрометного действия пожарную безопасность обеспечат несколько служб. И в новогоднюю ночь в магазинах Анапы временно приостановят продажу напитков в стеклянной таре. Это не ущемление прав. Дополнительная мера безопасности. Первый вице-мэр Светлана Яровая доложила о работе аварийно-спасательных служб ремонтных бригад во время праздников. Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 3 часов ночи. Мэр Анапы Сергей Сергеев распорядился согласовать время работы транспорта с праздничной программой, чтобы жители сел могли спокойно добраться домой. Общегородской праздник у главной елки должен стать действительно общегородским.